Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Сегодня я буду делать выкраски фирмы Daniel Smith серии Primatec. У меня есть 12 тюбиков. И вот здесь у меня уже есть кое-какие выкраски, но они сделаны из вот этих маленьких точечек. И я хочу протестировать эти выкраски на светостойкость. На это уйдёт где-то месяца три. И вот выкраски, которые у меня есть, они недостаточно тёмные для этого. Мне надо так, чтобы было больше краски. Ну вот некоторые, как это, может быть и подходят. Но все остальные не сильно. Если вы смотрели моё предыдущее видео, и там, когда я показывала Невскую палитру, то там, где очень много краски, краска не выгорела вообще. То есть мне сильно много краски тоже не надо. Мне надо добиться средний тон. И кто-то мне задал вопрос о выкрасках Невской палитры. Есть ли у меня видео с этими выкрасками? Вы знаете, я не помню, честно говорю. Вот эти выкраски, вот моя палитра. Она на 18 цветов, но у меня только 15 тюбиков. Так что здесь 15 цветов. Если вы замечаете, когда я делаю выкраски, то я всегда как-то эти выкраски делаю больше справа, а слева оставляю место. И это потому, что потом, когда-то в будущем, я все эти выкраски сшиваю в книгу. И вот эта книга Невской палитры, она ещё полуфабрикат. Мне надо сделать обложку. Сама книга, само тело книги готово. Вот сейчас я её полистаю. Извините, что так спутываю видео. Начало с того, что буду делать выкраски Дэниел Смит. А теперь показываю выкраски Невской палитры. Ну, это потому, что я запланировала длинное видео сегодня. И кроме того, что я буду делать выкраски, я хочу почитать ваши комментарии и ответить на вопросы. Вот такие у меня выкраски Невской палитры. И кажется, как это можно не помнить, было видео такое или нет. Знаете, не помню. Я когда видео сделала, закончила, ответила на комментарии. Всё, для меня это ушедший материал. Я уже дальше думаю о будущем. Все свои выкраски я пытаюсь организовывать вот в подобные книжки, можно сказать, буклеты. Иногда я делаю выкраски на маленьких листах бумаги. И тогда я их просто вклеиваю в альбом. Это, конечно, намного легче, чем сшивать целую книгу. Но чем такая книга или буклет лучше, чем выкраски, вклеенные в альбом? Это тем, что альбом сам по себе имеет вес. Бумага – это вещь тяжелая. А потом вы еще и вклеиваете акварельную бумагу. Вы добавляете этот вес. И эти альбомы получаются такие массивные, тяжелые. И мне они от этого меньше нравятся. А вот такие вот книжечки-буклетики – это самый класс. И вы знаете, мне нравится просматривать выкраски так, как будто бы это акварельные работы. Как будто бы это какие-то шедевры. Так что вот такая у меня книжечка для Невской палитры. Никак не могу подобрать хороший материал для обложки. Почему-то хочется кожу. Ну что ж, а теперь я вернусь к фирме Дэниел Смит. И буду делать выкраски Примотек. Вот у меня есть эти 12 тюбиков. Сейчас они перед вами. Для этих выкрасок я буду использовать вот эту бумагу. Это фирма Strathmo 400. Размер что-то как 16 на 23 сантиметра, может 15 на 23. Вот это мои все остальные тюбики Дэниел Смит. Рано или поздно я их все выкрашу. Но сегодня я хочу концентрироваться именно на серии Примотек. У меня, конечно, нет всех тюбиков. По-моему, их там 36. У меня есть только те, которые мне очень понравились. И они мне попались по цене чуть-чуть ниже, чем обычно. В предыдущем видео о Дэниел Смит я показывала вам фотографии, которые я лично сделала на мастер-классе, который проводил Дэниел Смит. А они такие мастер-классы проводят очень часто. И они бесплатные. Там, где вам дают возможность сделать выкраски. Бесплатно. Они вам дают и бумагу, и краски. И вы выкрашиваете эти выкраски. Но они не дают вам целый тюбик краски, говорят, на выкрасе. К вам подходит человек и на бумажку ставит одну каплю. И вот эту каплю вы растягиваете по бумаге. Ну что ж, я начинаю. Первое я буду делать выкраску. Хематайт. По-русски это гематит. И я посмотрела в интернете. В других брендах это еще называется красная охра и красный железняк. Я вам хочу сказать, что сделать густую, равномерную выкраску, это сложнее, чем написать акварельную работу. И эта краска очень слабая. Вы видите, моя первая выкраска из точки одной. Такая очень светленькая. Я поэтому, в принципе, и выкрашиваю опять, чтобы получить более густую выкраску. И чтобы получить вот такую густую выкраску, как делает Дэниел Смит, но я имею ввиду фирма Дэниел Смит, нужно выдавить половину тюбика. Это два с половиной грамма. Я, конечно, столько использовать не буду. У меня там и так уже половина тюбика осталась. Но вы сами убедитесь, что нужно приличное количество краски, чтобы сделать хорошую выкраску. И вы знаете, я пока делала эти выкраски, я думала, зачем я это делаю, зачем оно мне надо. Это было бы неправда, если бы я сказала, что для того, чтобы вам показать эти краски, и для того, чтобы всё-таки сделать хороший эксперимент на светостойкость, здесь всё-таки что-то другое. Скорее всего, я искала способ оправдать. Оправдать чисто для себя. А может быть не оправдать, может быть просто придать какой-то смысл, какое-то значение всей этой новой информации. И если вы не знаете, о чём я говорю, то найдите моё предыдущее видео у Дэниел Смит, и я там объясняю, в чём дело. Вот сейчас хорошо видно, какой слабый пигмент, сколько надо выдавливать краски. И дело в том, что когда вы смотрите на выкраску, которая была сделана художниками Дэниел Смит, и вы держите эту выкраску в руках, и вы видите, какое это красивое, как там красиво всё это отгранулировало, вы всё равно не понимаете, что это за краска, сколько её надо, как ей пользоваться. И честно говоря, я до сих пор не знаю, что мне с этой краской делать, вот именно с этой гематит. Для чего её использовать? Может быть, какая-то слабая заливка, типа неба, когда делаешь что-то чёрно-белое. Но так, в принципе, я больше не вижу ей применения. Получился такой тёплый, серый, есть слегка такой коричневатый, какой-то грязно-красноватый оттенок. Вот сейчас выкраска Дэниел Смит перед вами. Представляете, сколько надо было краски, чтобы такой густоты сделать выкраску. В этом видео я ничего не вырезаю, будет очень много промежуточных моментов, когда я там убираю бумагу, вложу новую бумагу. Если есть скачки, то это потому, что я выключала камеру, мне каждые минут 10 её надо выключать и опять включать, иначе файл получается сильно большой, и моему компьютеру тяжело его загружать. А также, извините меня за изменяющуюся резкость, резкость настроена мануально на определённую точку, вот ровно посредине экрана, и каждый раз, когда я слегка выхожу, оно так сильно из резкости не выходит, но уже не так чётко видно, как когда всё находится в правильном месте. У меня вообще часто с резкостью бывают проблемы, я даже настраиваю её с увеличиткой, и всё равно иногда там на пару миллиметров не попадаю, а от этого уже зависит, можете ли вы прочитать то, что на тюбике, например. Но это я не жалуюсь, а просто объясняю, чтобы вы знали, что у меня здесь за дела. В перемешку буду читать ваши комментарии, комментировать их, отвечать на вопросы. Я, кстати, недавно в каком-то видео услышала слово «комменты». Человек сказал, что он отвечает на комменты. Я даже не знала, что по-русски так это говорят. У меня это комментарии. Первый комментарий. AT. «Ничего себе! Спасибо за обзор! Почитаю дополнительно о составах!» «Спасибо вам за комментарии! Не удастся вам почитать дополнительно о составах!» Потому что в составе написано только один пигмент. Это какой-то там полудрагоценный камень и гаммэробик, и всё. А оказалось, там много чего другого. Следующей выкраской будет «Soda Light». По-русски это «Soda Light». Вы уже сами там прогуглите и посмотрите, что это такое. Я для себя решила, что сегодня я не буду думать о том, натуральная эта краска или это какие-то там синтетические красители. Я вообще ни о чём этом думать не хочу. Всё, что я для себя решаю, нравится мне это или не нравится. Достаточно ли эта краска интересная для меня или нет? Ну что ж, я опять перехожу к комментариям. Анастасия Вулфанд. На 13.26, это время видео, очень красивый зелёный. Да, это был красивый зелёный, у меня его нет. Это Serpentine. Наверное, по-русски это Serpentine. Прямой перевод змеевидный, и я так понимаю, что этот минерал напоминает кожу змеи, по крайней мере, это то, что я знаю. И поэтому он так называется. Анастасия, а я вас помню. Мы с вами как-то год назад переписывались о книге Стивена Кинга. Это была его типа биография со вставками о том, как стать писателем или что-то в этом роде. Как мне жаль, что мне не нравится жанр, в котором пишет Кинг, потому что та книга мне очень понравилась, но я совершенно не хочу читать об ужастиках, но у него просто замечательный стиль. Мне просто нравится, как легко было читать его биографию. Я так долго сейчас всё это делаю, потому что я вымываю те первые два мазка, когда немножко краски с первой выкраски гематита попало сюда. Я просто это всё вымыла, чтобы было чистенько. А теперь займёмся садолитом. Ещё раз извиняюсь за слабую резкость, но главное, будет видно хорошо. Я не знаю, на видео будет понятно или нет моё состояние. Я так браво начала, а теперь затаила дыхание просто. Как это красиво! Прямо обалдеть! Как это красиво! И вот в этот момент я себе сказала, мне всё равно, что внутри этого тюбика. Мне совершенно всё равно. То, что они создали, это просто чудо. Я не знаю другого бренда, который сделал вот такой цвет, вот такой краски, которая так красиво разошлась, так плавно. Я уже сразу представила, что это работа по мокрому. И вот, например, это тело там животного какого-то, а то дальше шерсть пошла расходиться. Ну, это сейчас выкраска, то есть у меня не было этой задачи, но всё это у меня в фантазии уже появилось. А вот это выкраска от Дэниел Смис. Я так быстро показала, чтобы сильно не заострять внимание, чтобы это видео всё-таки было о моих выкрасках. И вы знаете, мне так понравилась эта краска, что мне даже всё равно, что покажет мой тест на светостойкость. Даже если она выцветит наполовину, она мне всё равно так нравится. Если она окажется не светостойкой, ну что, буду держать её в закрытых альбомах или папках. Теперь следующий цвет Пиомантин. Это тоже такая интересная краска. Она разлагается на два цвета. Такой какой-то более яркий, почти розоватый, и такие тёмно-коричневые какие-то точки. И зависит от того, как вы нажмёте кисточкой. Там, где кисточкой вы будете проводить очень слабо, будет много воды, будут появляться чёрные, они не чёрные, они тёмно-коричневые точки. В тех местах, где будет меньше воды, краска будет более светлая. И оттенок такой интересный, я сказала, розоватый, я даже не знаю, рыжеватый, наверное, скорее. Но сам цвет, вот именно по красоте, он мне, честно говоря, не нравится. У меня этот тюбик есть только из-за того, что он был в наборе, который я купила. Опять время для комментариев или комментов. Ольга Парма. Очень многие блогеры выразили своё возмущение по этому поводу. Жаль, конечно, что так вляпались. Теперь их можно во всём подозревать. У меня много тюбиков диез, и ещё хотела брать палетку. Но, увы, какой-то осадок. Неприятно. Спасибо за слово палетка. Я такого слова раньше не слышала. Я понимаю, что вы имеете в виду. Это их последний, наверное, выпуск маленькая палитра с красками. Да, у меня точно такое было ощущение. Неприятно. Вот эти выкраски сегодня я как раз и делаю, чтобы помочь себе, а может быть, кому-то из вас положить это неприятно на какую-то полочку. Например, сказать себе, что да, это настолько неприятно, что я больше с этим не хочу иметь никакого дела. Либо это хорошая краска, чтобы там не было, мне всё равно. Вот эти цвета мне нравятся, я их буду использовать. сейчас опять момент, когда я ахнула. Смотрите опять, какая красота. Вот мне вот эти моменты всегда так нравятся, когда густая краска начинает медленно расходиться на мокрой бумаге. Ну что, пока я тут разукрашками занимаюсь, прочту ещё один комментарий. не знала о таком скандале, но когда пару дней назад получила тюбик аметиста, возникли как раз подобные подозрения. Смутила неравномерность, блеск, или блёск, в краске. Это пишет Наталья. Вы знаете, Наталья, у меня есть аметист. Вообще-то он мне нравится. Сама краска такая очень интересная, красивая. Когда я дойду до этой выкраски, вы сами увидите. Вот сейчас уже видно, как эта краска распадается на два оттенка. Появляются такие, как рыжие пятна, рыжие полосы и какие-то тёмные точки. Вот сейчас я проведу такие слабенькие линии и по идее в этом месте должны высохнуть полосы с тёмными пятнами. Как будто бы тяжёлая дорожка шла за кисточкой. Я так понимаю, что там какой-то пигмент, вещество тяжёлое, которое оседает. И оно вот именно тёмное такое. И вот то, что даёт этот рыжий оттенок, это что-то более лёгкое. Вы знаете, что я ещё заметила? Примотек взыхает быстрее, чем обычная акварель. Те, что есть у меня, они все высыхают очень быстро. Даже за это время, когда выкраска лежит вот здесь перед вами, уже видно, что она посветлела, уже видно, что центр, по крайней мере, взялся. Там ещё есть вода по краям, но она тоже очень быстро высохнет. И вот сейчас видно, что гематит уже сухой. И вот этот тёмно-синий цвет, садолит. В принципе, сухой, почти. Ещё чуть-чуть по уголкам, там есть капли воды, а весь центр уже высох. Ну что ж, я подготовлюсь теперь к следующей выкраске. Это будет майян блю. Тяжело перевести. Майян это от слова майя, как племя майя. если посмотреть в гугле перевод, то будет написано голубой от племени майя. Вот так. Ну, наверное, есть возможность по-русски это как-то сказать. Майянский голубой. Ну что ж, пока я буду готовить эту выкраску, я прочту ещё несколько комментариев. Каплая. Спасибо, Оксана. Очень интересная информация. Спасибо вам за просмотр, за комментарии. Дальше. Алина. Оксана, спасибо тебе за разбор информации. Я тоже хотела задать вопрос по этой краске и по этой же теме. И вот в сухом остатке у меня вопрос. Можно ли поинтересоваться в компании про получение сдачи со стоимости краски, которая уже куплена? Действительно, цена такова, что я немного подурковала, но написала правду, что можно вносить в завещание, если не истратишь. И, кстати, шминки в таких скандалах и двойных стандартах вроде не замечен. Тюбики в три раза меньше. Может, всё-таки на шминке. Шутка. Каждый выбирает. Но мне шминки нравятся сильнее, хотя Дэниел Смит есть тоже. Правда, цена тоже существенная, а у шминки всё супер. Не уговариваю. Мнение личное. И здесь идёт небольшая переписка. Владислав отвечает на этот комментарий. Мы тоже пользуемся шминки. Немцы марку держат. Прошу прощения, что влез ваш коммент. 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 Просто мы не любим обман. Хотя бизнес на этом и строится. К сожалению, всего доброго. Алина отвечает, Владислав, добрый день. Не влезли, а приняли участие в обсуждении. И это здорово. И я всё ещё жду вашего варианта имени жеребёнка. По вашей инициативе я приняла предложение участвовать в обсуждении имени. Придумала свой вариант. А ваш и шминке лучшей. Так, друзья, имя жеребёнка я уже давно придумала и даже там вам написала, ответила. Но в силу наверное моего возраста, а может занятости, я уже забыла, какое имя у этого жеребёнка. Надо искать эти комментарии и посмотреть, как там меня осенило. Нет, комменты. Хочу приучить себя говорить комменты, потому что комменты это как-то так солидно звучит. Это шутка, конечно. Вот он голубой племени майя. Кстати, об этой краске там в инстаграм было написано. Я уже не помню, что там конкретно, там синтетический краситель или что. Не помню. Но краска красивая, но слабенькая, да, вот так по сравнению с содалайт содалайт это у меня как эталон, прямо мне так понравился этот содалайт, то, конечно, этот майян блю, он послабее, но красивый цвет я его использую в зимних пейзажах, там есть на моем канале несколько раз я использовала именно эту краску, и мне она очень нравится. настолько нравится, что мне все равно синтетический это пигмент или натуральный. То есть я склоняюсь к тому, что я не буду волноваться о том, какие там пигменты, и даже не буду думать о том, что это обман или не обман. Главное, что мне нравится то, что я вижу, мне нравится, как эта краска растекается, мне нравится, как когда только вот сразу сильный мазок делаешь, такой густой, и как эта краска начинает идти в разные стороны. И самое, что интересно, вы позже увидите, там, где вот лужи по бокам, она там высохнет темнее. Обычно акварель в таких местах высыхает светлее и какими-то пятнами. То вот это так темные треугольнички по бокам и будут. Но я возвращаюсь к вашему комментарию, Алина. Деньги нам никто не вернет. Может быть, здесь в Америке еще что-то такое и будет, а за рубежом я сомневаюсь. В Америке есть такое понятие, как класс акшен суд. То есть, когда собирается много людей и за что-то судят. Ну, как это они собираются? Обычно есть заинтересованная сторона, какая-то лоерская фирма. Сейчас будет аметист. Лоерская это значит адвокатская контора. И вот эта адвокатская контора понимает, что она на этом может заработать. И вот они хотят собрать большой такой процесс, где они могут потребовать много денег. А для этого надо собрать очень много людей, которые на этом пострадали. И вот они начинают давать объявления в интернете, по телевизору, что если вы из такого-то по такой-то купили такой-то материал, такой-то это, обращайтесь к нам, мы делаем то-то, то-то, вам вернут деньги. Ну и все, люди подписывают бумажку, что они согласны, и от их имени дальше эти адвокаты, эта фирма начинает судиться. у меня лично такое уже было несколько раз, когда мы по почте получаем письмо, где написано, к нам поступила информация, что в такого-то месяца, такого-то года вы приобрели такой-то товар, у нас сейчас идет класс action суд за то, чтобы вернуть людям деньги за этот товар, так как он был, ну и там причина, что там с этим товаром было. и мы обычно подписываем, отсылаем обратно, где-то через 3 года приходит чек на 25 долларов, а мы уже и не помним почему, ну а там потом написано, что мы подписали вот это, мы согласились принимать участие, в результате они выиграли суд, и наша часть это деньги, которые были потрачены на этот товар. Честно вам говорю, вот за мою жизнь в Америке такое случилось уже несколько раз, когда я лично ничего было письмо, которое я подписывала. В результате через несколько лет мне возвращали деньги за этот товар. Но я вам хочу сказать, что если такое случится с Дэниел Смит, я против них не пойду. Подобные суды это конец для маленьких фирм. А как это ни странно, Дэниел Смит это маленькая фирма. Любой производитель краски это маленькая фирма. Хороших производителей и так мало. И если станет одной меньше, то от этого никому лучше не будет. Что касается шминки. Видите, опять остановилась, затаила дыхание. Смотрю и наслаждаюсь этой красотой. Возвращаюсь к шминке. Я мало знакома с этой краской. У меня есть тюбики, надо будет как-то ими заняться. У нас шминки не продается. Чтобы купить шминки, это надо покупать через интернет. я бы об этом бренде даже и не знала и не слышала, если бы люди мне не писали бы в комментариях. И только из-за того, что кто-то когда-то написал в комментарии, что им нравятся шминки, там лет пять назад, я посмотрела, что это такое и в интернете себе купила несколько тюбиков. А так здесь эту фирму мало кто знает и ей мало кто пользуется. но и в чем разница, например, взять шминки, Дэниел Смит, Винза Ньютон, например, в чем разница? Ну, разница в том, что все бренды выпускают краску синтетическим наполнителем. Без этого эта краска не будет такой яркой и такой красивой. Натуральный камень в порошке, даже цветной натуральный камень в порошке становится либо белым, либо почти белым. Либо его должно быть так много, что это будет невероятно дорого. И все бренды просто концентрируются на своей краске. Вот какая она красивая, вот какие у нее свойства, вот какая у нее светостойкость. И вот эта фирма Дэниел Смит была, кстати, мало знаменитая фирма. Всего 5-6 лет назад о ней мало кто слышал. 7 лет назад я о ней даже не слышала. Я узнала это название Дэниел Смит только из-за того, что я 6 лет назад записалась на мой первый мастер-класс Сальвара Кастаньет, и эта фирма была у него в списке красок, которые я должна была купить. И там был целый набор красок. Но потом они придумали вот этот конек показывать свои презентации с выкрасками и камнями. И это привлекло столько внимания. Если вы посмотрите на старые тюбики, вот у меня здесь сейчас лежат тюбики, видите, один, такой он светлый, голубоватый, зеленоватый, на нем нет пи. То есть не написано, что это приматек. На тех, которые новые, сейчас будет пи, приматек. Вот этот тюбик я купила 6 лет назад. То есть тогда еще это не называли приматеком. и тогда еще были многие другие краски, которые сейчас это приматек. И вот в то время, когда я делала выкраску вот из этого тюбика и она блестит, как будто серебром посыпанная, я была уверена, что это был добавлен какой-то химикат типа, чтобы оно блестело. У меня даже сомнений не было. Это только потом, несколько лет после того, когда у них появилась вот эта вот буква Пи, и когда они начали ездить по всей стране, по два раза в год они приезжали в местные магазины со всеми этими выкрасками, камнями, показывали, рассказывали, там, порошок показывали. Только тогда я начала думать, что в этих тюбиках и вправду натуральное вещество, которое вот такое вот делает. Причем они себя очень умно вели. Никто никогда не говорил, что вот в этом тюбике сто процентов скажем, порошка аметиста. Таких слов никто никогда не говорил. Просто так, как все это поведение, все, что вы видите, вы начинаете так думать. И вас никто не отговаривал. И вот опять мой любимый момент. Смотрите, какая красота. Это Бладстон. А вы знаете, с краской, в которой есть металлы, можно делать очень много интересного. Окончу эту выкраску, покажу вам фокус. И самое смешное, что нечто подобное я делала много лет назад, когда работала в школе, у нас в школе, в советской школе, учителем физики. И там у нас были металлические опилки для разных экспериментов. И вы эти опилки добавляете в такой легкий раствор марганцовки. Но это только из-за цвета, чтобы это было красиво. А потом детям показываете разные фокусы с этим. И вот с некоторыми красками из серии Примотек можно тоже делать такие фокусы. И вот Бладстон хороший пример для этого. Гематит тоже подойдет. любая краска где есть железо подойдет вот для подобных экспериментов. Теперь конечно вопрос если там железо может я себя сейчас подставила? Может быть это все синтетический наполнитель? Ну вот посмотрим. Отнесемся к этому как к полу научному и полу развлекательному эксперименту. Кстати мне очень нравится эта краска. Мне даже все равно что там внутри. Она так интересно высыхает и она такая послушная она так легко размазывается. Вы видите как она хорошо идет за кисточкой и мазок остается вот там где провели там он и остается. Это обычно происходит когда есть тяжелые частицы. Вот видите она не расходится. Хотя полностью работа идет по мокрому. Вот я кисточкой дотронулась оставила точку оставила мазок и все он держится. И вот так это и высохнет. Наверное чтобы сделать вообще гладкую поверхность нужно намного больше воды и намного гуще краска. Ну что ж про этот эксперимент я подумала вот так вживую перед вами когда записывала звук для этого видео и поэтому это снято отдельно буквальном смысле я остановила запись пошла сняла вот этот фрагмент и его добавила так как только что пришла в голову такая замечательная мысль мне нужен магнит и у меня есть вот такие магнитики если есть магнит более крупный и более сильный то получится лучше но я буду использовать то что у меня есть я беру краску из своей палитры извините как-то не вошел кадр но зато видно отражение и вот это bloodstone в этой палитре вот сейчас я сделаю вот здесь выкраску и вот он кажется таким серым даже непонятно почему это так называется на самом деле понятно теперь смотрите если я положу магнит под бумагу и провожу и вот смотрите что получается это результат магнетизма металлические тяжелые частицы притягивается магнитом и вот создают вот такой отпечаток класс правда а вот сейчас я вам покажу фокус еще класснее давайте отделим металл от всего остального что есть в краске то есть давайте очистим вот эту жидкость жидкую краску от металла для этого мне нужен магнит который сейчас под палитрой я добавляю краски добавляю воды вы видите что цвет уже поменялся то есть металлические частицы они остаются там где магнит а все остальное стекает вместе с водой вот такой вот способ очистки кстати очень похоже на наш школьный эксперимент даже цвет вот этой жидкости похож единственное что у нас магниты были намного больше и сильнее они очищали лучше здесь у меня видите цвет вот этой жидкости которую я нанесла на палитру он все равно еще сероватый то есть там все равно еще достаточно металла но видно правда что цвет изменился на палитре видно как отсоединяется вода гаммеробик и какие-то там другие частицы может быть там даже есть и марганцовка я в принципе не знаю какой там химический состав ну и вот теперь этой жидкостью вот здесь я покрою эту поверхность просто так чтобы было видно сравнение было видно как она высохнет очень даже кстати приятный цвет такой тепленький какой-то теневой теплый сероватый оттенок ну вот посмотрим как металл здесь вот видите еще достаточно металла вот раз он так выделяется этот кружочек то есть все эти металлические частички прилипают к магниту понятно что эта очистка была не идеальной магнит этот недостаточно сильный но и не в этом дело я просто вам хотела показать вот такой фокус вот такой эксперимент что можно делать с этими красками может быть это можно как-то применить к творческому процессу и что-то делать в какой-то работе никто не будет знать как вы это сделали даже если это получено не из настоящего камня даже если это они смешали добавили там синтетики там использовали какую-то химию чтобы все это вот так держалось мне в принципе все равно сам факт что они смогли создать такую интересную краску уже впечатляет ну что а теперь давайте я возьму то что осталось на палитре получается что часть гумерабика стекла и вместе с ним конечно вода которую я добавляла ну и какой там был наполнитель а вот то что осталось остался вот почти чистый или очищенный материал и гляньте какой он черный какой он красивый я этот магнит не смещаю специально я хочу посмотреть будет ли краска идти к нему тут еще важно где плюс где минус она может к нему может от него ну вот смотрите видно что собирается и видно что прилипло к магниту вот здесь если посмотреть то есть эти частички я их руками снимаю давайте еще раз попробую он смотрите прямо видно как поднимается к магниту краска это класс то есть этот камень это руда либо эта краска и сделана из этого камня либо может быть это было собрано каким-то синтетическим образом химическим образом из всех этих отдельных элементах но факт тот что это красивая краска мне очень нравится ей можно делать много разных интересных эффектов и вот теперь я думаю можно было бы создать какую-то намагниченную кисточку и посмотреть что получится но это уже для изобретателей пусть они изобретают но у меня возникла еще вот какая мысль как бы это все проверить на радиоактивность много лет назад была скандальная история связанная с Грэн Кэньон когда обнаружилось что в какой-то части была повышенная радиоактивность причем это обнаружил ребенок у которого был счетчик и он там с ним игрался везде с собой носил и там оказалось достаточно много радиоактивных камней которые были в легком доступе для посетителей которые были вот именно в том участке там была типа шахта куда заходили посетители я об этом узнала когда была в последний раз в Грэн Кэньон но эта информация есть в гугле я уже посмотрела и проверила вроде бы как все достоверно так что кто его знает может быть для нас это лучше если это все синтетика друзья мои я надеюсь что вы понимаете что это так шутки вслух это сарказм я на самом деле не думаю ничего такого я не думаю что это радиоактивное это так просто пришла мысль в голову и я ее высказала а все остальное уже просто пошло типа шутка я вообще так и в жизни своей иногда пошучу а потом надо людям объяснять что это была шутка очень мне нравится эта краска я тут с ней все играюсь как маленький ребенок захотелось проверить где краска лучше реагирует там где воды больше или там где воды меньше и лучше реагирует там где воды больше я так думаю потому что вода создает больше пространства для этих металлических частицах и у них есть возможность просто поворачиваться или собираться в кучке в любом случае это круто теперь только надо иметь фантазию и додуматься до того как это использовать вот именно в креативе в творчестве чтобы как-то вот эти свойства внести в работу чтобы получать какие-то эффекты которые невозможно либо сложно получить любым другим способом и которые сделают нашу работу более интересной кстати я вот сейчас смотрю и получился очень даже интересный какой-то абстракт можно подумать что это что-то значит следующий тюбик это родонит ох как же мне нравится этот цвет это такой красивый необыкновенный красивый розовый цвет и когда он высыхает он немножечко гранулирует такими темными точечками знаете как типа посыпано редким марганцем самый прикол если этот редкий марганец и есть настоящий родонит а все остальное нет но это опять шутка я понятия не имею я просто знаю что мне нравится этот розовый цвет и мне нравится эта грануляция ну что ж я смачиваю бумагу долго так что время комментариев ивори или айвори очень правда странно могли бы написать на основе порошка натуральных камней или с добавлением зачем говорить что это стопроцентный драгоценный камень а там втал зеленый и драгоценным камнем на тюбик обычной зеленой фц просто чихнули издалека сейчас уже видно как родонит медленно взаимодействует с водой с одной стороны это хорошо что легче контролировать краску с другой стороны конечно меньше разных эффектов то есть этот пигмент он достаточно тяжелый он быстро тонет быстро прилипает к бумаге может быть если иметь больше воды то он тогда будет и расходиться как садолит я до сих пор не могу успокоиться что мне так понравился садолит когда он начал расплываться в разные стороны но видите этот пигмент надо протягивать он сам не идет возвращаюсь к нашим комментам лилия дубовенко отвечает айвори где написано что 100% драгоценный минерал хочу посмотреть лилия вам нравится дэниел смит вот в чем правда мне тоже нравится дэниел смит и это правда нигде на тюбике не написано что это стопроцентный родонит или какой-то другой камень но если вы посмотрите их канал или какие-то разные презентации то у вас будет полное ощущение что там и вправду полный тюбик полу драгоценного порошка найдите канал Дэниел Смит и там сам владелец этой фирмы делает выкраски презентации включите перевод и обратите внимание что он говорит Ирина Меркулова спасибо полезная информация спасибо вам Ирина Елизавета Приходько спасибо за видео но ценовую политику менять не станут а вот снять с продажи сомнительный продукт вполне реально жаль конечно мне нравится эта линейка Елизавета у меня такие же мысли мне тоже нравится эта линейка и мне вообще нравится Дэниел Смит и я не хочу чтобы с этой фирмой что-нибудь случилось и мне лично кажется что вообще ничего не изменится и ни цены и продукцию они не снимут так как продукция популярная вся эта информация начала появляться в середине апреля до сих пор многие шумят об этом постоянно идут разговоры об этом но фирма Дэниел Смит ведет себя так же как и раньше они делают те же презентации они говорят те же слова как будто бы этого инцидента не существует как будто бы им не надо ничего доказывать и оправдываться я думаю что они ждут что будет делать покупатель если вдруг у них резко упадет продажа тогда они конечно начнут что-то думать а они я бы сказала вот только года два назад и вправду подняли голову раньше вот пойдешь в магазин Майклс у нас есть такой магазин такой общий рукодельный магазин в нем был М. Грамм Винза Ньютон но не было Дэниел Смит сейчас в нем нет ни Винза Ньютон ни М. Грамм а есть только Дэниел Смит и рядом Котмен и конечно если у кого-то горит нужен тюбик скажем зеленой краски прямо сейчас профессиональной краски и они идут в этот магазин и естественно у них выбора нет они покупают Дэниел Смит не Котмен раньше был выбор из двух фирм из М. Грамм и Винза Ньютон чем этот магазин Майклс хорош для меня например тем что один раз в неделю я получаю от них купон на 50% скидку на одну единицу товара и также мне дают 15% скидку потому что я работаю в школе в результате если мне нужен один тюбик краски я его могу пойти и купить прямо сегодня по достаточно выгодной цене что у нас здесь это Jadaid и я сказала что даже не буду думать о том что внутри в этих тюбиках а вот сама только что залезла в гугл написала Jadaid и читаю что там есть содиум содиум как содиум по русски это соль это натрий алюминий и железо получается что с ним тоже можно поиграть магнитиком я конечно этого делать не буду это долгая процедура но наверное тоже получится если конечно это настоящий Jadaid и вопрос как много его там ну и потом я так понимаю что камень тоже разный что может быть разный процент всего этого в общем все это дело сложное что бы это ни было это красивый зеленый цвет он так почти натуральный и когда он высыхает он тоже распадается на два оттенка в зависимости от того где было больше воды где меньше будет эта разница в каких-то местах он будет прям такой красивый салатный в каких-то более коричневатый коменты Мария Барт Мария была у меня гостем на канале и показывала свои работы если вы не видели обязательно прокрутите страницы там и найдите это видео Мария есть еще одна интересная тема к сожалению несколько цветов фирмы белые ночи сняты с производства очень жаль один из самых моих любимых цветов это индонтреновый синий потом Влад отвечает а вы не знаете причины очень интересно почему сняли тоже какая-нибудь ложь я конечно не знаю настоящей причины но я знаю то что все фирмы которые производят художественные материалы они пользуются остатками от какой-то другой индустрии и скорее всего просто нет возможности покупать этот пигмент какое-то время так что может быть у них закончилась основа нет возможности купить ничего другого они просто сняли его с производства теперь дальше идет мой любимый цвет я наверное каждый раз говорю мой любимый цвет это green appetite и это такой интересный цвет вы видите как он разлагается какие темные такие коричневые точки иногда даже пятна на зеленом фоне эта краска выглядит очень красиво когда ее много когда она густая когда этот раствор такой более слабенький то это просто высыхает коричневатым оттенком когда средний тон вот такой как у меня внизу то получается вот так слабый зеленый и много каких-то темных точек на какой-то небольшой поверхности если это лист там кусочек ствола дерево немного где-то зеленая трава это все выглядит очень классно это выглядит натурально и кажется что вы там сделали что-то такое сложное и добавили там два или три цвета каких-то на самом деле это всего-навсего одна краска а теперь опять комменты это звучит прям как чья-то фамилия bobcat о влад я прочитала твой комментарий вслух три раза чтобы потренироваться и до сих пор не могу все это выговорить кстати влад тоже был гостем на моем канале тоже показывал свои замечательные работы и дал нам столько хорошей разной полезной информации если вы еще не видели это видео опять прокрутите ленту найдите его и обязательно посмотрите а я буду практиковаться читать на неизвестном мне языке амазонит относится к полевым шпатам и имеет характерный плеохроизм то есть разное затенение в зависимости от того как падает свет и формирует такую вот полосчатость она также характерна для плагиоклаза правда там не решеточ не решетчато правда там не решетчатость а полосчатость первое фото амазонита это при скрещенных николях второе проходящем свете в Дэниел Смит частицы якобы амазонита в проходящем свете непрозрачный поэтому это точно не он и обратите внимание что минералы под микроскопом имеют сколы и угловатости как правило асинтетика фтала грин и тому подобное более круглой формы и амебообразной формы что я говорил в том видео про ультрамарин а именно как отличить подлинный ляпис от синтетического ультрамарина если бы там было хотя бы 50% тюбика натурального пигмента они стоили бы в 10 раз дороже чем сейчас но все равно считаю Дэниел Смит одной из лучших по качеству краска мне нравится но жаль что они пошли по пути такого подлога сразу бы сказали что с содержанием минералов Владимир спасибо за такой глубокий комментарий я конечно извиняюсь что я его так плохо прочитала ну ты меня тоже пойми наверное надо 5 лет учиться в институте чтобы научиться все это выговаривать а теперь мой самый первый тюбик от фирмы Дэниел Смит и сейчас это называется Примотек вот именно эта краска тогда она не называлась это тот тюбик который я приобрела 6 лет назад называется эта краска Фатч Сайт по-английски это звучит как мороженое какое-то какой-то десерт а по-русски это называется Фушсайт и если бы я не знала что это краска вот так просто на слух услышала бы такое слово на русском я бы подумала что это какое-то шампанское не знаю почему но вот как-то у меня такая ассоциация в английском варианте это десерт а в русском это шампанское ну во-первых вы видите что краска свежая она не высохла вот такая она была сразу кстати эта краска тягучая она плохо поддается в воде к ней надо прилагать усилия чтобы ее вот так растянуть но зато она высыхает так красиво прозрачно и так красиво блестит а еще что вообще классно легко сделать почти идеальную плоскую поверхность когда нет никаких пятен то есть если вы делаете какую-то иллюстрацию и вам надо закрасить пространство вот этим цветом вы можете это сделать легко что все это будет чистое плоское никаких полос никаких пятен тоже нужен пол тюбика краски или целый тюбик краски чтобы сделать выкраску вот такой густоты как у Дэниел Смит коммент Анастасия Баранцева это обман продажа обычного по цене диковинки и если бы они честно написали состав то такие деньги вряд ли бы кто заплатил тут еще вопрос светостойкости а правильно ли указана маркировка сейчас пойдет су-джелайт это су-гелит по нашему он еще и блестит но что я вам скажу Анастасия о вашем комментарии вы знаете покупали бы эти тюбики по этой дорогой цене даже если бы знали состав у этой фирмы есть и другие линейки которые явно синтетические вот например как квинокрадоны мне очень нравится квинокрадоны они такие же дорогие ну может быть там квинокрадон розовый на 1 или 2 доллара дешевле чем родонит эта разница такая незначительная что в Америке по крайней мере никто бы на это не обратил никакого внимания у нас есть люди которые каждый день ходят в старбакс и покупают себе завтрак и кофе кофе там стоит 6 долларов утренний сэндвич стоит долларов 8 вот вам уже тюбик краски и так каждый день Венера я вижу здесь ваш комментарий сразу им вспомнили более низкую светостойкость чем заявлено люди проверяют вы видите эта краска вот она такая как предыдущая была ее надо растягивать она мне чем-то по ощущениям напоминает зубную пасту как будто бы я сейчас растягиваю зубную пасту но это все равно получится красивый цвет и она так красиво блестит что касается светостойкости эти опыты я провожу и если вы не видели мое предыдущее видео то посмотрите я там показывала два листа бумаги и один из них был Невская палитра Краплак и там видно как меняется эта светостойкость скажем так чувствительность к свету меньше краски больше выгорает там где много краски там не было видно никакой разницы и потом там где выкраска была сделана по мокрому выгорело больше чем там где выкраска была сделана по сухому как вы видите здесь достаточно много компонентов чтобы проверить светостойкость вопрос как люди это делают если кто-то взял вот эту точечку от Дэниел Смит растянул ее на выкраску так сантиметров пять на пять а потом пытается определить светостойкость то естественно у них эта краска быстро выгорает и я не знаю наносить такую густую выкраску придумали в Дэниел Смит или это вообще в индустрии такие стандарты но вы же видите какая густая выкраска как много там краски наверное такой выкраске надо быть пять лет на солнце чтобы была видна разница так что я считаю что здесь две правды люди которые делали эксперименты и говорят что у них краска выгорела они правы но это потому что у них была слабая выкраска Дэниел Смит говорит что у них хорошая светостойкость и они правы но у них такая сильная выкраска так много краски но в целом давайте не притворяться что краска хранится вечно мы то все знаем что все краски бледнеют меняют цвет он вроде бы сейчас картины Ван Гога они все желтеют исчезает голубой цвет и это происходит не только от солнца но и от влажности или сухости от воздуха и краски просто начинают разлагаться на разные элементы ну что ж теперь идет кианид и это такая красивая краска она так красиво блестит ее можно сделать достаточно темною моя первая выкраска видите она такая светленькая но это было сделано из маленькой точки вот сейчас я сделаю эту выкраску более густую кианид по цвету очень похож на судолит он чуть-чуть светлее и блестит как будто бы посыпан серебряной пудрой вообще-то у меня уже язык заплетается от всех этих названий пока я буду делать эту выкраску я возвращаюсь к комментам где я здесь остановилась следующие комментарии от рыси кэт и вы здесь вызвали такую бурю других комментариев я смотрю тут люди пишут и пишут и пишут вот смотрите какой класс как она расходится вот когда краска вот так себя ведет мне это очень нравится я сразу начинаю представлять что я могу этим нарисовать ну что ж ваш комментарий вообще когда вышли краски пинокс я купила от них несколько штук и кое-где писала что их состав для меня загадка потому что откуда такой дешевый и насыщенный фиолетовый кобальт в результате они кинули меня в бан в инстаграм в смысле я это поняла потому что я не могу на их аккаунт зайти пишет что пользователь не найден я вам хочу сказать что и не нужен вам этот пинокс я перелопатила все американские форумы по акварели никто никогда ни о каком пиноксе ничего не слышал и вообще с таким названием надо их банить по крайней мере в созвучии с английским языком это звучит неприлично вот теперь посмотрите какая получается красивая выкраска какая послушная краска как она хорошо растягивается если бы это был хлопок то эта поверхность высохла бы очень гладко и очень красиво но и это тоже высохнет хорошо что осталось за кадром это то что я меняла воду после каждой выкраски и промывала кисточку с мылом а это выкраски Daniel Smith более светлая с краю это кианит а темная посредине с камнем это садолит как вы видите они очень похожи мои выкраски высохли вот эта выкраска десерт с шампанским фачсайд фушсайд вот это майян блю и вот видите где было мокрое темнее как интересно обычно в акварели это высыхает светлее а тут темнее вот он красавец кианит видно как он блестит и вот он содолайт содолит я их специально положила рядом чтобы вы видели что они похожи но кианит он слегка светлее и он как будто бы серебряный этот не блестит но он красавец мне так нравятся все эти полосы вся эта грануляция дальше идет сагелит такой интересный оттенок и тоже блестит теперь идет родонит я вот сейчас пытаюсь смотреться вижу ли я эти темные точки получается как розовая большая поверхность и в некоторых местах идут вот такие как крапинки марганца вот они здесь видны немножко то есть там где было больше воды там есть скопление вот этих точечек ну что теперь green appetite сейчас эта выкраска сделана в среднем тоне и уже зеленый выглядит лучше вот этот green appetite и розовый родонит они вместе друг другу хорошо подходят вот этот серый это bloodstone и выкраску надо делать еще гуще чтобы получить красивый цвет потом идет зеленый джадаид теперь гематит пиамантин и вот смотрите видны вот эти полосы и они кстати точки идти на вид немножко фиолетовая что интересно ну и теперь этот красивый фиолетовый цвет аметист и этот цвет блестит а теперь я подготовлю эти выкраски для того чтобы на три месяца их поместить на солнечную сторону в моем доме я решила все равно буду их выставлять за стеклом то есть в окне даже если как-то придерживается ультрафиолетового излучения я думаю так если есть выкраски которые и вправду выгорают у меня на этом окне где я все время выставляю выкраски то пусть уже так и будет вот где-то вот так половина будет закрыта это картон от упаковки телевизора я себе сделала вот такие карманы куда хорошо входят эти упаковки но это надо было рассчитать чтобы все выкраски вошли и по длине и по ширине вот этот метод удобнее чем заклеивать какую-то часть я даже вначале думала порезать эти выкраски пополам и одну половину просто приклеить к окну а вторые у меня будут где-то лежать но потом я подумала я что в конце хочу все это опять собрать в буклет чтобы это все держалось вместе так что для меня самый лучший вариант это именно вот такой и этот картон он на сто процентов закроет проходимость света мои соседи уже так привыкли что у меня всегда что-то стоит то в одном окне то в другом окне раньше спрашивали что это такое и что я делаю сейчас уже никто не спрашивает уже все знают ну что как вы думаете выдержим мы три месяца сегодня у меня 3 июня и сейчас уже вечер так что завтра с утра я выставляю эти выкраски это будет 4 июня значит 4 сентября я планирую их снять и надеюсь сниму сразу же видео это конечно если я не забуду я иногда выставляю выкраски там на месяц а потом вспоминаю через 5 месяцев и я думаю подобное сделать с белыми ночами кстати из всех брендов название белые ночи мне нравится больше всего потому что эта фраза белые ночи вызывает какие-то романтические чувства на любом языке мое видео подошло к концу я приношу свои извинения всем чьи комментарии не вошли в это видео вы меня извините может быть я просто медленно читаю а может слишком много разговариваю на сегодня это все до свидания удачи вам в вашем творчестве и возвращайтесь на мой канал до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...